Один на один с болезнью. Онкобольных в Украине не обеспечивают необходимыми лекарствами, не хватает даже медикаментов, указанных в национальном перечне препаратов. Почему украинцы вынуждены в прямом смысле покупать свое здоровье? Подробности узнаем у Богдана Вербицкого. Лечиться нельзя умереть. Где поставить запятую в этом предложении, зависит в первую очередь от финансового положения самого онкобольного. Ситуация, где полностью бремя финансовое лечение рака переложено на пациентов, такая только в Украине. Чтобы снять с пациентов это финансовое бремя, самый гуманный в мире Минздрав объявил специальную программу. Национальный перечень медпрепаратов, в котором указал лекарство, жизненно необходимое для тяжелобольных. По задумке, покупать их должно государство. Но вот в больницах на эти лекарства настоящий дефицит. Гозакупки составляют всего 15%. На данный момент в онкологических диспансерах нет препаратов за 17-й год. Даже некоторые препараты не поступили за 16-й год. Даже те препараты, которые онкодиспансеры поступили, устаревшие, говорят активисты, закупить другие в больницах не имеют права. В Минздравовские перечень они просто не входят. В министерстве же уверяют, препараты эффективны и готовы купить еще более эффективные. Но только после того, как приобретут лекарства из списка. Сначала стулья, как говорится, потом деньги. А денег и на медикаменты из списка нет. Ни в одной области никогда у нас не было понятия стопроцентного покрытия пациентов лечением. Даже тех, кто входят в этот нацпорелик. Пока мы будем реформировать и произносить чудесные вещи о том, что тендеры будут, тендеры пройдут, люди просто гибнут от того, что они прерывают лечение. Об этой истории мы рассказывали еще в прошлом месяце. У Натальи 4 года назад диагностировали рак молочной железы. Она его победила. Но через полтора года произошел рецидив с метастазами в легкие печень и кости. Лечение дорогостоящее. Почти 2000 долларов за сеанс. Денег у женщины нет. И лечение пришлось остановить. Но вы же сами понимаете, что покрытие 100% всех лекарств больных, это нереально, это сказали, что вот этот список, он будет пересматриваться раз в полгода. То есть вот мы ждем, я так понимаю, июня месяца, чтобы Кубин пересмотрел препараты, которые не вошли в список и, возможно, он их включит. А пока Наталья и тысячи украинцев ждут решения бюрократической проблемы, уповать приходится только на себя. Есть деньги, есть лечение. Нет денег, нет лечения. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал Интер.